добрый вечер всем парфюмерным маньякам и хомячкам вот мой хомячок тоже как-то тут последнее время очень активизировался он все там составляет списочки потирает лапки там без конца мне показывает как это нам надо все что мы просто жить не сможем без этих ароматов и поддавшись его уговорам я все-таки заказала в прошлом арифлайминском каталоге два вот таких новых аромата ну то есть они не новые они как раз ароматы уже с такой историей достаточно длинный потому что люсея у нас 2000 года аромат дивайн у нас 2004 но через какое-то время они как будто бы обновлялись то есть лусея или лучей не знаю как правильно сказать она вообще ушла из каталога и вот появилась в нашем только вот сейчас и дивайн говорят тоже что 2012 году якобы переделывался поэтому к сожалению ничего не могу сказать похожи ли они на те ароматы потому что тогда у меня не было возможности с ними познакомиться и я только сейчас их приобрела но надо сказать они мне оба очень понравились забегая вперед скажу и если те предыдущие были еще более шикарные то я завидую тем кто успел в общем застать их и успел насладиться этими чудесными ароматами как это ни странно я сегодня их нанесла и всего два один на одну руку другой на другую вот целый день хожу сравниваю в какой-то момент мне стало казаться что не абсолютно но практически одинаковые это меня так удивило потому что наверное в них есть какие-то общие нотки в них есть такая цветочная мягкость пудровость я бы сказала есть в обоих лусея на самом деле мне напоминает dior jador уже когда слегка так чуть-чуть под выветрится очень похоже на этот аромат практически аналог то есть если вы ищете дешевый аналог то рекомендую потому что на самом деле я никак не могла понять что он мне напоминает пока наконец до меня не дошло начнем наверное тогда чуть чуть более подробненько вот с этого первого аромата жалею что у него могла быть вполне более роскошная красивая бутылочка потому что сам аромат такой богатый по составу по содержанию он прямо ну просит какого-то более интересного оформления но вот почему-то его вот сделали таким достаточно простеньким и так что же у нас там наблюдается в первых нотках якобы есть цитрусовые то есть есть лимон есть мандарин также черная смородина магнолий и плющ не знаю как может плющ пахнуть у меня есть растение дома плюща не пахнет никак ну может быть он дает как раз какую-то такую пудровую мягкость или замшелость какую-то трудно сказать в нотах сердца там жасминги ацинт роза фиалка орхидеи то есть полный набор всех цветочков которые чаще всего используются и в нотах сердца сандал персик вот персик наверное да я чувствую слива дамасская древесные ноты мускус ежевика то есть видите какая очень красивая богатая пирамидка на самом деле я бы сказала что они на первом месте многие там конечно чувствуют именно жасмин лимон персик лимон нет но жасмин персик согласно на все стул что они там очень хорошо чувствуется он такой очень теплый такой теплый он такой в моем понимании как некий солнечный лук такой залитый летним полуденным солнцем но засаженный какими-то нежными красивыми цветами потому что могут цветы под солнцем достаточно ярко пахнуть удушающе этот нет он такой вот может быть какими-то ну какими мы засадим этот лук цветами ну давайте теми же фиалками засадим да где-то там в углу кустик жасмина наверное растет в углу этого сада он для меня совершенно не цитрусовый совершенно нет вот именно более цветочный но такой именно пудрово-цветочный такая пудровая пудровость очень очень мягкий очень я бы тоже сказала женственной приятный прелестный понравился просто как-то лег вот так вот красивый очень лег совершенно поэтому я теперь подумываю в следующем каталоге но и в этом можно было взять его вот эту последнюю версию фиолетовом таком флакончики лусея там что-то 100 стар 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 лайт ли в общем что-то такое было вот у меня подруга немножко отговорила потому что она сама не любительница сладких ароматов а он так показался на пробнике очень сладким она горит зачем тебе еще такой сладкий аромат на теперь сижу думаю что как раз то сладкий мне нужен аромат чё то я вообще так послушала кого-то никогда не слушайте если вам что-то хочется приобрести чтобы там кто не говорил если бы я слушала всех кто мне говорит зачем тебе еще очередные духи то вот я бы никогда бы не знала что есть два таких прекрасных аромата как эти теперь я знаю буду пользоваться вообще очень довольна что они у меня теперь есть слава моему хомячку молодец у меня подбил на это и второй аромат divine которая переводится как богиня божественная или даже прорицательница он оформлен очень красиво такой флакон изысканный и сам цвет голубой мой любимый конечно не только в бижутерии но и в парфюмерии все очень люблю голубой цвет красивый вот с таким золотым колпачком в общем это уже конечно очень стильный красивый флакончик и аромат тоже относится к цветочным он тоже мягкие пудровые вот я говорю они между собой все-таки чем-то похожи и у него в первых нотах тоже есть тот же плющ который и в луси но там еще есть бамбук фиалка киви водяной гиацинт что дает ему некоторую такую ну очевидно свежесть такую акватическую слегка но только слегка потому что ничего такого сильно водяного я тоже не сказала но так сердце него также есть орхидея но есть белая фрезия моя любимая также жасмина белая лилия и роза может быть я бы сказала что орхидея не знаю но белую фрезию фрезию наверное я чувствую или мне хочется чувствовать эту фрезию и внутрь сердца там сандалово дерево дерево и белый мускус слива то есть но тоже тоже слива есть игры они чем-то чем-то неуловимо похожи может быть если мне надо было вот слепой затест не бы устроили но не там не завтра потому что я еще скорее всего сохраню в память разницу в ароматах но если там через какое-то время я могла бы их и собственно говоря и спутать между собой вот а так это тоже достаточно такое ну насколько я читала что него нету никаких аналогов что это такой аромат самородок в общем-то получился но я думаю что любой такой более-менее ой аромат хороший он всегда самородок потому что его невозможно повторить это вот произведение гениальности ее изготовителя то есть у каждого есть свои звездные минуты свои часы также как режиссер может снять кучу фильмов и вдруг один окажется почему-то совершенно необычайно потрясающим так и здесь можно вот действительно изобрести какие-то духи которых потом нельзя не продублировать не повторить вот они уникальные по-своему мне кажется они эти оба аромата достаточно по-своему уникальные очень приятные кому нравится такая мягкая цветочная пудровость думаю что стоит их тестить однозначно куда-то меня голос решил пропасть но перед тем как он пропадет совершенно окончательно бесповоротно хочу показать вот здесь у меня журнальчик наш латвийский который следующий начинается с 17 ноября хочу показать просто что собираюсь еще раз заказывать вот здесь будет jordani gold ну белый вариант потому что у меня есть уже не белая вот этот классический желтенький и он мне безумно понравился он настолько насыщенный настолько вообще потрясающий что решила что надо это тоже попробовать здесь у нас мандарин роза пачули ну такие основные скажем да ну так ну там к тому же дается еще в подарок крем вот замечательно цена скидка большая то есть собираюсь взять поэтому это как анонс о чем я буду рассказывать следующий раз вот потом мне подруга посоветовала сказала что мне могут понравиться вот такие духи если кто-нибудь что-нибудь о них знает валары они называются там у нас якобы листья фиалки пионы лепестки розы и теплое пралине не знаю поэтому вот хочу посоветоваться насколько они интересны и хороши потому что ну как бы у меня есть еще одна хотелка из этого каталога и трое как бы духов за один раз конечно мой бюджет тоже может не потянуть а вот ну два я еще как-то может быть могла бы осилить поэтому мне надо выбрать как бы из этих трех два а третье третье вот эти тот же самый дивайн идол который вышел не так давно вот тем более что после того как я уже попробовала вот эту классические варианты и до дивана и он мне так понравился я стала думать что собственно говоря это водичка тоже надо взять она тоже по скидочке и здесь у нас якобы заявлены красные плоды и желтый ирис и амбра ну там в составе конечно еще что-то наверняка есть может быть тоже кто-то пробовал это водичка и скажет свое мнение стоит или нет может быть она очень похожа на эту первую версию и как бы получится что только повторяясь но не знаю и заодно если кто-то что-то знает вот этот аромат но только версии где он там у нас вот в такой вот версии вот там где было написано что там седмичник насколько я помню какой-то интересный белый пачули и цитрус юдзу тоже было бы мне конечно очень интересно если бы кто-то ну что-то высказал о ней свое мнение стоит не стоит интересно не интересно похоже не похоже потому что когда покупаешь удачные ароматы то конечно это вдохновляет и хочется совершить еще какие-то такие же удачные покупки вот сейчас у меня была надежда что вдруг и вот эти которые вам показала вызовут у меня такой же приступ удовлетворения своей покупкой вот я буду очень довольна потому что вот эти два аромата на самом деле понравились просто вот буду пользоваться ими с удовольствием мне как-то опять развернуло к ароматам рефлеем одно время я как-то ушла от них то ли вот так было подряд несколько каких-то неудачных покупок даже не могу сказать почему от них так ушла к ароматам эйвен и очень много и долгого как раз приобретала их а теперь меня как раз отвернула слегка от ароматов эйвен и опять я вернулась к ароматам рефлеем но это не считая всех остальных которые я периодически приобретаю и о чем вам тоже стараюсь рассказывать вот как-то опять появился интерес и причем мне кажется что они сейчас стали ну не знаю кто у них там занимается этой парфюмерной линии так сказать какие-то очень интересные стали выходить у них ароматы честно говорят хотела вам рекомендовать сейчас секундочку попробую найти быстренько кстати вот будет какой-то новый аромат вот такой вот да но на это на пробники не он не очень понравился мне показался достаточно простеньким чтобы не сказать таким невыразительным и неярким вот кстати мужской вариант posses новиночка женский вариант posses он просто великолепен тоже по-своему он будет вот у нас такой с крема в подарок вот так что если кто-то не пробовал тоже рекомендую здесь тоже интересный состав индонезийские пачули королевский ананас и ланг и ланг это самое маленькое что есть потому что у него тоже очень богатейшая пирамидка там чуть ли не 30 составляющих так что это здесь только самые основные наверное указали в общем ну ладно я наверное сделаю просто обзор на полностью на вот этот номер который у нас будет кстати смотрите какой красивый номер арифлэймовский такой предновогодний наверное вот и ну что сказать то есть эти пробуйте дрессируйте своих хомячков натаскиваете их на удачные какие-то ароматы вот всего хорошего хороших выходных которые уже наступят скоро осталось уже нам только пятница который нас разделяет от субботы и воскресенья замечательных два дня всего хорошего пока пока